и магнит у нас совершает вот такую работу всем привет друзья с вами канал рафаэль анриелс сегодня друзья мы будем смотреть на запрещенный эксперимент с магнитами как работает бтг на магнитах а вы ставьте лайки и подписывайтесь и мы начинаем наконец-то мне пришли ферритовые магниты в количестве 40 штук в общем сейчас будем смотреть а в конце я покажу вам распаковку и где я купил в общем давайте приступать к этому запрещенному эксперименту такое друзья точно не покажут в школах давайте смотреть в общем друзья вот они те самые магнитики все очень даже оказалось интересно поверьте мне ребята сегодня эксперимент с магнитами для понимания как работает магнитный бтг будет очень даже наглядный вот здесь я разрисовал где у нас середина где какие поля примерно как это я себе представляю далее вот здесь расположена водичка так друзья в общем вот уровень воды чтобы все понимали что здесь уклон даже немножко вот в эту сторону то есть от компьютера в эту сторону вот то есть магнит будет вылетать вот в ту сторону совершая при этом работу то есть сейчас мы все это с вами посмотрим далее вот здесь находится маленькая горка из красненьких картонок смотрите ставим наш импровизированный уровень мы видим что немножко у нас есть искривление то есть я могу это убирать могу не убирать принципе без разницы то есть ясное дело что здесь уже стул более менее ровно идет есть у нас вот такой вот неодимовый магнит покупался ну очень маленький дешевенький рублей 300 наверно стоит вот это вот пачка магнитов стоило где-то тысячу рублей то есть по 25 рублей вот стоит вот один такой магнит 4 сантиметра на 5 миллиметров и в ширину в один сантиметр друзья пришло время проводить опыты с магнитной елочкой то есть как работает btg на магнитах давайте расскажу очень кратко и быстро вот здесь с этой стороны с этой стороны по 20 керамических магнитов находится ферритовые магниты здесь образно у нас плюс и плюс то есть у нас вот так вот идет сюда притяжение вот эти вот концы магнита неодимового должны притягиваться иначе ничего не будет работать принцип таков что мы работаем не на отталкивание а на притяжение вот дальше что получается вот это расстояние регулировать нужно в зависимости от того чтобы вот этот магнит не поворачивался и всегда соответственно просто проверяйте если вот так вот вы выскакивает до в конце то есть тут никакого сопротивления нет значит мы сделали все правильно далее мы стартуем с самого начала то есть можете заметить где начинаются магниты с этой стороны и с этой стороны образно находим середину как вот тут я обозначил стрелочкой и магнит у нас совершает вот такую работу заезжает в горку которую я сделал специально то есть я думаю вам вот тут на уровне с водой видно возможно вот то есть здесь перепад явное дело да то есть вот бумажка учитывая что мы совершаем работу в гору но это еще не все друзья магнитное поле способно на притяжение еще делать некоторую работу смотрите берем пластмасску вот смотрите да пластмасска находится вот здесь то есть она завезена на горку и перекачана то есть никакого сопротивления у нас здесь не было далее хардкор вариант ребята вот такой вот экскаватор алюминиевый то есть весит грамм 10 15 или 20 к сожалению весов нету ребята если были бы весы я бы его с удовольствием померил тут есть колесики при этом он имеет достаточно большой вес то есть сопоставим вот с весом этих магнитов то есть реально вот ставим его сюда опять таки опять проверяем притягивается ли здесь притягивается ли вот здесь значит все правильно настроили опять идем в самое начало заметьте в самое начало ведь он уже уже рвется стартануть и совершается работа у чудо ребята но это еще не все это не самое интересное если мы пододвигаем на сантиметр или даже на два магнита здесь вот на бумажке вы можете прямо сейчас лицезреть это все в прямом эфире то вот это вот сила выталкивающая она будет возрастать но когда вы приблизите очень сильно тогда вот здесь начнется сопротивление так что тут тоже стоит на это учитывать внимание то есть вот я его хочу он просто пытается вырваться вверх то есть это понятно да из такого эффекта не наблюдается значит вы делаете что-то неправильно вот до определенного короче мы можем вот так вот пододвигать к то есть вот смотрите мы вывезли экскаватор за пределы нашего поля при том что я его то есть магнит я даже назад ну представьте себе вот . покоя до магнита все у наш груз виде дополнительной силы да он выехал за пределы причем это было в город то есть видели да уже вот этот экскаватор их скажем так у нас улетел вот такой маленький простой опыт ребята но он объясняет по сути принцип магнитного бтг то есть это не пружина то есть пружина знаете как работает пружина смотрите как работает я вам сейчас покажу что что говорят физики да вот разъединяем магниты и противоположными полюсами вот то есть она она сталкивается она типа равное противодействие имеет вот что имеется ввиду физика закон сохранения энергии и тому подобное то здесь нет этого закона она не нарушает его снова притягивается снова притягивается если сделаете тут плюс тут минус тогда ничего работать не будет вот все совершается работа друзья прибавка на лицо дальше думайте сами работает ли магнитный генератор не работает если здесь прибавка думаю вот из этого эксперимента на буквально на пальцах как работает бтг думаю должно вам все стать понятно и вы себе как раз ответьте на вопрос работает она не работает если не верите покупайте магниты делайте свой эксперимент рабочая 100 процентов елочка почему многие там говорят что ты так уверен что у тебя получится я на 300 процентов я вам честно скажу откровенно скажу что я уверен что елочка получится вы когда посмотрите на эту елочку это самая простая которая только может быть это может каждый повторить у себя на кухне просто даже не с такими большими магнитами как у меня просто маленькими магнитиками понятно да снимаю это видео специально для вас я случайно такие все таки сделал елочку не залипающую и она оказалась то есть горизонтальные варианты расклада елочки если вот смотреть вот он этот путь все делают елочку вот так вот я тоже сделал сначала так потом ровно как у вас у меня все время ролик залипал когда я сделал случайно елочку у меня кстати магниты не неодимовые обычные ферритовые вот он ролик тут 19 магнитиков ширина два с половиной миллиметра диаметр 2 сантиметра но честно говоря разница большая не заметил что 19 что 18 что 20 их будет то есть играет роль расстояние до эти это этих реек до самой елочки чем ближе тем мощнее воздействие ну и как бы все я думаю что если будет заменены обычные ферритовые магниты на неодимовые просто силы будут мощнее и эффект будет лучше но хотя и так эффекта видно единственное что пришлось помучаться это вот эти вот рельсы у меня все время ролик пытается съехать куда-то в сторону когда я сделал просто ограничивающую деревяшечку на ролик катится и притирается все время по ним значит есть мысль как очень простую зацикленную систему уже делать но это дальше давайте начнем вот с этих вот три елочки значит когда мы делаем между ними разрыв хотя бы один сантиметр там не знаю 10 сантиметров ролик выкатывается в конец елочки его задняя елочка начинает притягивать назад а передняя еще не пускает даже если их развести в стороны немножко там что-то хитрить с геометрией ничего не получается и когда я сделал у меня вот смотрите картонки внутрь них уложены колбаски длиной по 23 сантиметра вот написано 23 сантиметра соответственно каждая заканчивающаяся колбаска вот она здесь начинается вот где ступенька у меня заканчивается ступеньки кстати это ролик катится вверх накатываясь на ступеньку последующие потом падает со ступеньки вот он катится падает со ступеньки опять идет вверх 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 и опять падает со ступеньки для чего чтобы своей силой массой падения преодолеть силу сопротивление входа в следующую елочку. У меня тут рук не хватает, я потом приглашу кого-то из знакомых, чтобы сняли более подробно. Сейчас попробую запустить одной рукой. Посмотрим. Вот она ушла в сторону. Сейчас, секунду. Мне надо, чтобы кто-то помогал, чтобы кто-то снимал. Я тогда более ровно могу. Ну вот вы видите, да? Елочка. И так до бесконечности их можно... Они сделаны изначально. Уже как будто она стоит на предыдущей елочке. И вот последующая елочка, вот последующая. И так далее. Их можно множить, множить и сделать огромный большой круг или еще что-то. Ну вот еще раз. Я ставлю. Малейшее прикосновение. Вот она побежала. Сейчас, секунду. Ну вот эти вот рельсы. У меня не получается, чтобы ровненько. Когда она ровно бежит, да, вот он убегает. Если дальше поставить следующую-следующую елочку, он точно так же их хоть 10, хоть 20, хоть тысячу сделать, он будет работать. У меня есть мысль, как зациклить уже даже эти 6 моих колбасок ферритовых. Они длиной 23 сантиметра. Можно короче, можно длиннее. То есть это тут вообще не важно. Важна примерно такая геометрия. Такой тройной участок с тройной елочкой. Вот уже можно их хоть 30 этих елочек потихоньку-потихоньку в круг выложить. И зациклить, чтобы круг был где-то метра 2-3. Такой будет работать. А по направляющим вот эти вот рельсы, по идее, надо просто типа детского вагончика поставить. Ну вот как поезд. Сделать круг из этого поезда, закрепить на вагонетке этот ролик. И она его будет тащить, и он никуда не будет смещаться. Там трение качения совсем мизерное. То есть, думаю, что это будет лучший вариант. Потому что сам ролик все время стремится куда-то сместиться. Вот для примера показываю, какой высоты у меня ступеньки. Ступенька 1 сантиметр от пола. А падает на 5 миллиметров. То есть, толщина оргстекла у меня 5 миллиметров. И вот я их поставил один на другой, один на другой. А колбаски наоборот. На спад идут вниз. Потом одна ставится на другую. И там, где колбаска внутри картонки заканчивается, на этом же месте начинается следующее. То есть, разрыва вот в этом плане нет. Есть разрыв только по вертикали. Мы отрываем эту колбасу от той. И ролик, когда прокатывается сюда, он падает вниз. Набирает еще и кинетическую энергию. И как бы отрываясь от старой елочки. И опять набирает скорость. И опять падает, опять набирает, опять падает и так далее. Друзья, с вами Рафаэль Анриел. В общем, сегодня, друзья, наконец-то пришли посылки с магнитами. Для создания БТГ-генератора. Но это еще не все посылки. Так, значит, две вот такие посылочки, друзья. В одной находятся магниты. В другой измерительный прибор для оборотов. В общем, он вот здесь. Причем пришло очень быстро. И он очень маленький. Вот здесь у нас магниты. Так, вот он прибор, друзья. Маленький. Так, тут вроде больше ничего нету. В общем, вот он приборчик. Тут даже какая-то китайская инструкция есть. Все в пупырышке. В принципе, надеюсь, что будет все работать. Правда, единственное, что батарейка вроде как не входит в комплект. Так, здесь даже есть специальные, ребятки, полосочки. Которые, знаете, вот клеют, например, на вал вот так вот. Вот так вот, да? И то есть, сколько оно вот так оборотов делает, оно будет показывать. Вот такой вот прибор. Ссылку оставлю в описании. Не помню, за сколько я его покупал. Я цену вам вставлю. В общем, вот он лазерный измеритель. Вот так вот нажимаем. Нажимаем кнопочку и, соответственно, измеряем. По-моему, работает от кроны. Да, нужна здесь крона, как вы видите. Так, ну и теперь, друзья, самое вкусненькое. Магнитики. Тут, правда, пакетик немножко как-то странновато выглядит. Так, я чувствую, что он упакован хорошо. Так. О, да. Это, ребята, керамические магниты. Ссылку тоже оставлю. Сейчас будем смотреть, нормальные ли они. И вообще сели магниты и то ли количество. Вы видите, как Катайс хорошо упаковал, однако. Китайская лента. Так. Ну и вот она, последняя преграда. Ну же. Что-то мне кажется, маловато здесь магнитов. А, нет, смотрите. Вот они магнитики-то, ребята. Что-то я позабыл, что они такие достаточно миниатюрные. Слушай, а смотрится-то как красиво. Смотрите, какое качество. Так, главное их не сломать. В общем, вот такие магнитики, друзья, черные, керамические для всяких опытов. Кстати, вот, смотрите, он уже сопротивляется. Я не знаю, вам видно или нет. То есть, вот магнит, он уже хочет, как бы, этот, отвалиться, скажем так. Так, количество сейчас давайте вам покажу. То есть, вот так вот, я не знаю, видно или нет. Ну что, друзья, на этом все. Вот такие вот эксперименты с магнитами. И поверьте, друзья, это только начало. То, что мы будем делать дальше, просто заставит хейтеров и тех, кто не верит в БТГ, просто рвать волосы на себе. От того, какие возможности, какие аппараты мы будем делать. В общем, ставьте лайки, друзья, подписывайтесь, предлагайте свои идеи, комментируйте, делайте эксперименты, создавайте БТГ и выкладывайте это в сеть. Если что-то умеете делать, что-то создали, не прячьте это от народа. Выкладывайте все, что только возможно. Все, пока-пока.